Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер. Сейчас я провожу свой ежедневный прогулочный ритуал и хотел бы вам напомнить об этой очень секретной, очень секретной, очень сложной методике, которую нужно выполнять, несмотря ни на что. И если вы будете это делать, если вы будете прогуливаться каждый день, по часу хотя бы, а лучше по два, даже не обязательно прогуливаться, если вы будете проводить на улице это время, то у вас будет намного больше сил и энергии, потому что есть люди, которые на улице почти не проводят времени. То есть выбежал из дома, прыгнул в машину, поехал-приехал, запрыгнул в офис, посидел в офисе, потом зашел в торговый центр, потом домой и все. И он сидит дома. В общем, он по помещениям, по помещениям, по машинам, по помещениям. И такие люди испытывают очень большой упадок сил и энергии. Они не знают, что делать. Не знают, что делать. Пробуют пить кофе, глушат кофе литрами. Оно не помогает, конечно же. Пробуют какие-то другие стимуляторы использовать. Либо просто терпят. У вас плохой сон, у вас ватная башка, которая плохо изображает. Продуктивность труда падает. Ну и, в общем-то, по всем параметрам все показатели идут вниз. Но, казалось бы, такая простая штука. Но часто бывает так, что, вот если взять самого обычного среднестатистического человека, на самом деле в его голове достаточно много информации. Полезной информации, которую он не использует. И, в принципе, нет ничего сложного, чтобы это делать. Но почему-то вылетело из головы, забыло и так далее. И вот я хотел бы вам об этом напомнить. Каждый день нужно минимум час, но лучше два проводить на улице. Причем не обязательно даже выходить в парк, выходить в лес, выходить на природу. Потому что часто бывает так, что вы очень загружены. А чтобы добраться в безлюдную такую местность, то, значит, приходится потратить еще час туда, назад, значит, полчаса и туда. В общем, добираться туда и оттуда, это очень большие затраты времени, их просто нету. Поэтому момента, когда у вас совершенно нету времени, нужно проводить на улице минимум час времени. Абсолютно не важно, как и где. Даже если вам приходится между одним делом и другим пройтись по улице полчаса, либо вы можете там проехаться, то выберите вариант пройтись по улице. То есть в любом графике можно найти место для того, чтобы провести минимум час на улице. Хоть в городе, хоть где. Даже несмотря на загазованный, загрязненный, испорченный воздух в любом городе, в любом мегаполисе, в помещениях всегда он хуже. Он хуже. Тут дело даже не в воздухе, потому что, если у меня спросите, в чем же дело, в чем же секрет такой вот фишечки, а я скажу вам не знаю, потому что я не знаю. Секрет в том, что нужно просто выйти на улицу. Может быть какие-то энергетические потоки, которые не доходят через здание. Может быть воздух, может быть солнечные лучи, может быть все это вместе. Ну, в общем, суть в том, что если вы это делаете, вы получаете дополнительную энергию. Если вы этого не делаете, то вы ее теряете. Вы теряете энергию, у вас ухудшается сон, ухудшается производительность труда, и сложнее заставить себя пойти на тренировку, сложнее заставить себя начать работать, особенно если у вас работа требует какого-то творчества, какого-то энтузиазма и креатива. Если вы к чему-то стремитесь, вы не просто ходите на работу, как какой-то среднестатистический червь, а у вас есть свои реальные стремления, то эта фишка вам очень поможет. То есть просто час в день проводить на улице. Желательно, конечно же, в обстановке, которая поближе к какой-то естественной среде. Но если нет возможности, то хотя бы на улице, где угодно, в городе провести в совокупности час или два в день. То есть вы можете, там вышел 10 минут, там вышел 10 минут, там 20, там 30, и примерно так. То есть не нужно особо напрягать свои мозги, чтобы там где-то записывать на листочке, вот я вышел на 10 минут, на 20. То есть примерно прикинуть, чтобы не перегружать свои мозги лишней рутиной. Просто вы должны об этом помнить. И еще может быть следующая фигня. То есть представим такую ситуацию, когда вы каждый день прогуливаетесь на улице час в день, а то и два, там в условиях парка, леса или как-то так. И тут вы пропустили. Один день, два дня. И вы такой, да, в принципе пропустил, но я чувствую себя нормально. Да. Ну и потом энергия по чуть-чуть падает, 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 падает таким вот незаметным маленькими скачками. И потом вы себя чувствуете себя уже очень плохо где-то спустя неделю, когда вы не добираете минимум вот этот вот час провождения на улице. Особо актуальной проблемой будет для людей, которые работают за компьютером, для фрилансеров, которых сейчас очень много, для программистов, для всяких там айтишников, которые могут неделями не выходить из дома. Вот это для таких людей прежде всего очень-очень важный момент. Следует запомнить. Ну и для всех остальных, в принципе, тоже где бы вы не работали, чем бы вы не занимались, тоже часто бывают люди, которые постоянно машина, дом, офис, машина и так далее. То есть нужно проводить время на улице, несмотря ни на что. Ну и, конечно же, в идеале еще хотя бы раз в неделю проводить с полдня, ну либо столько, сколько получается, в такой вот естественной обстановке, в условиях естественной среды, либо в лесу, либо где-то в поле, за городом, либо возле речки, либо в парке, ну где-то, в общем, в условиях, максимально приближенном к естественной среде. На сегодня все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok